Запись начать будет. Так, 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 запись. Ну что, вторая карта пошла. Маус против ИДЖИ. На этот раз за Резиент играет Маус. Слушай, Дженни, что-то народу как-то мало на нашей трансляции. Тебе не кажется, что надо подлить масло в огонь? Каким образом? Мне просто интересно. Таким образом? Ну, я не знаю. Надо кого-то потроллить. Можно повипиливать трансляции с Гудгейма. Чем я, собственно, сегодня занимался уже, но я, наверное, не буду перебарщивать в этом плане. Хорошо, смотрим первую стадию выбора героев. Напоминаю вам, что это Тинкер. Опять. Не хотят Мауса видеть Тинкера в исполнении ИДЖИ. Такие голоса у них. Они такие звуки издают. Странные какие-то, даже страшные герои. Ой, инча, инча. Забанили, ничего. Быстро, быстро соображает на этот раз команды и по-прежнему... Так, погоди, Дарксир. Кого тут, кого тут еще? Да, знаешь, я пришел к такому выводу, Джейн, что угадывать бан, первый бан героев можно только ну, нескольких героев, можно угадать. Это Ликантроп, Фурион, Бруда, Дарксир, ну, например, и Тинкер. Это, если ты хорошо очень знаешь сцену и каким образом играет та или иная команда. То есть, какую они стратегию предпочитают. Ну, честно говоря, для меня ферст банк Тинкера до сих пор, ну, странен и, как бы, я обычно теряюсь немножко, когда вижу ферст банк Тинкера. Ну, вот, видишь, сейчас героев понабанили разных всяких, и теперь вот думаю, кого банить, Дарикантропа, Фуриона, что делать вообще, Маузам? Ну, я думаю, поскольку у них первый пик по... Понятно, Дарикантропа банит и Джи, ну, поскольку первый пик у Маузов, я думаю, что это все-таки будет Фура. И... Ну, это стандарт, это просто стандарт. И Джи сейчас забанит Фуру, и все. Ну, это будет стандарт, если они забанят Фуру, то есть это будет неудивительно. Ну, они понятны... Нет, кстати говоря, Чена тоже можно... Почему? Чен тоже очень хороший герой, который... Да, хороших героев много. Да, да. Так думать, как бы, что это... Вот они берут Нагу, вот это интересно. Кто комментирует, спрашивают у нас. ЛКГ пишет, привет, привет, кто сегодня играет. Играет Мауза против УДЖИ, и в 22.00 играют еще... ЦЛГ против Комплексити. Со мной Дженжа. Мы прорвались, наконец-таки, получили парочку слотов на Диффансе, поскольку мы тут пытались тут тикеты купить. Не знаю, ЛКГ в конференции Гудгейма видел там, наверное, что я там негодовал. Купил тикет Джене дать, чтобы игру посмотреть, а он по трейду не передается. До 13-го числа, когда он уже, собственно, заканчивается. Можно тикет передать, там, обменять на что-нибудь, когда Диффанс кончается. Но это, видимо, знаешь, сделано для того, чтобы можно было репки посмотреть, да? Чтобы троллить людей, мне кажется, это сделать. Ну, может быть. На самом деле написано что-то типа трейдабл, да? Трейдабл, а вот... Вот такой вот трейдабл. Ну, посмотрите, кого интересует. Как это называется-то? В магазине. В магазине Стима. Так, мы видим то, что ИДЖИ на первый пик Наги ответили Лешим и Тайтхантером, а Мулза взяли Леномайсером. По-прежнему Фурион остается... Рубик. Вот это я люблю. Ну, здесь Рубик уместен. Опять-таки. Ну, Тайтхантер, потому что есть. М? Есть Тайтхантер. Да. Ну, это, по-моему, это... Ну, как бы такой стандартный контрпик Тайтхантера. Если есть Войт, если есть Тайтхантер, если есть Энигма какая-нибудь. Ведет 1-0 ИДЖИ. ЛКГ, ты прав. Был на одну неделю бесплатном дефенс, и я очень обрадовался. А потом, когда следующий дефенс, на следующей неделе там игру надо было покомментировать, постримить. Я захожу, бах, он уже платный. Думаю, что такое? Думал, что-то глючит. А потом посчитал в ченжлоге, что вот только на неделю сделали бесплатный дефенс. Ну, как ты думаешь, ЭДЖИ и Фурион? Как? Вот смотрится, не смотрится. Но Леший тут, как бы, может быть Шэдоу Дима, например. Ну, да. Я не думаю, что будет Фура. Вот почему-то мне не кажется, что... И, опять-таки, например, Сэнд Кинг, который очень хороший АОЕ, плотный у ЭДЖИ будет. Да, Леший, Тайканцер и Сэнд Кинг. ЭДЖИ почему-то мне видится, что они сейчас наберут всяких АОЕ, и один будет какой-нибудь Войт. Хотя Войда против Рубика брать это безумие, как бы, но... Ну, бог его знает. Ну, да, Войт, наверное, немножко не тот кэрри, которого следовало бы взять в этом пике. Ну, да, но какой-нибудь, я не знаю, там, ну... На Икса почему-то перестали брать в последнее время, уже давно я его не видел в пиках. Ну, какой-нибудь там, я не знаю. Да Морф, самый популярный кэрри. Морф, да, или Морф. ОТГ как раз-таки может сейчас над этим моментом и думают. Может им следует взять Морфа сейчас, потому что Моуза потом могут Морфа... Дисрафт. Ну, вот опять тоже, тоже очень хорошее АОЕ, да, он вписывается в эту концепцию. Ну, да, конечно, но просто опять же Рубик. Недавно видел тоже очень такую плотную игру в виде, там, по-моему, Queen of Pain была, Дисраптор, потом тут тоже еще парочка АОЕ каких-то героев и Тинни. Тинни собирает Аганим, а Эннами просто пайп не успели дособрать, и они им всем там раздали. Очень-очень сильно. Так, и тут пошли баны. Вот видишь, кстати, Тинни банят, о котором я сейчас говорил. Он бы тоже очень бы вписался в эту, в это во все. Да, Тинни, я на самом деле очень давно его не видел в пиках, в каких-нибудь серьезных игр там, но, блин, очень интересно. Мне нравится смотреть, когда крутые ребята играют на Тиннике. Энигма. Ты любишь гречку? Да. И просто Undyne, вот такое вообще они решают. Undyne хорошо просто линию давит. Видишь, они решают вообще керри не банить. Ну, они оставляют ИДжи шанс. Вот сейчас, видишь, Тинни забанили. Кто тут еще массово АОЕ. Массовый АОЕ это Сент Кинг еще вот тут. Да, Квин оф Пейн тоже. Хороший АОЕ. Какая-нибудь там ЦНка, я не знаю, или лич. Ну, фуру, фуру, фуру банят ИДжи. Вот, я опять был прав, что не будет фуры. Гей! И теперь думаем. Мауза. Кого будут брать Мауза? В принципе, мейн керри-то у них есть. Вот, котл. На них со второй игры дошло, что нужно брать котла. Только, опять же, там было бы поприятнее, конечно. В первой игре им взять котла? Ну, да. Ну, вот и морф, да, собственно, думали мы над керри. И то, что будет морфлинг, стало очевидным после того, как его не забанили. Ну, тут, я думаю, что если бы оставили Тини, мне кажется, я же бы взяли Тини. Ну, это какой-то простой товарищ, я думаю. Для Маузов нужен какой-то впитывающий парень. Готовый все впитать, да? Да, какие-то они больно худые, вот что-то мне так кажется. Все причем. То есть, если нафармить морф, как бы, эзериал быстро, то... А, вот как раз они мишку взяли. Собственно. Ты называешь это девайс эзериал, да? А как надо его называть? Ну, я его эзериалом называю. Мне кажется, что настал момент для Google Транслейтера, как ты думаешь? Блин. Настал момент... Писи посмотреть, как он все-таки правильно... Настал момент фонетической точности, я бы так сделал. Сейчас посмотрим. Эзериал. Космотрим. Давай-давай, ищи, и потом скажешь. И личь последний пик у IG. Так, смотрим-смотрим-смотрим. Опять-таки, в концепцию массового... Эзериал. Как-как-как? Эзериал. Ну, я ближе, потому что... Ты ближе, да. Скорее. Ты ближе, ты ближе. Лич. Вот, собственно, я же говорил, что будет личь. Ты говорил, что будет личь, когда? Когда я вместо администратора говорил. СМ-ка или личь какой-нибудь. Я говорил-горилл. Я помню-помню. Но личь, он поприятнее для такого пика, чем СМ-ка. Хотя с морфингом часто. Слушай, можно подумать про... Про линию. Давай, повторим пики еще раз. Маус, Виномансер, КВМ на Лаундруиде, Синг-Синг, Рубик, Блэк, Нага и Секси-Бомбоя Коттл. Маэл Кайтхантер, это уже ИДЖи пошли, Юниверс Лич, Демон Леший, Бульба Дисраптор и Фир на Морфлинге. Фир частенько на фармящих героях играет, если вы заметили. Ну, собственно, как Блэк и КВМ. Ну, КВМ не всегда. Ну, КВМ время от времени, как бы. Так, похоже, Дабла на центре в виде Дисраптора и Моморфлинга на топе. Дабла, Леший плюс Тайтхантер. И Харду пошел Лич стоять. Такой уже с вардами, смотри, там провардил. Все дела. Включаем Ластхит сразу же. Так, 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 так. Говорят то, что грусть и печаль, что всегда одни герои. Да, мне это тоже очень не нравится. Мне это тоже очень не нравится. Смотри, тут так, смотри, в лесок забежали. ИДЖи увидели сейчас то, что поставил вард. Бомбоя на топе. Помелькали. Или это не они помелькали, кто помелькал. По-моему, там голубой был. Ну, вот насчет товарищей в чате, который говорит, что одинаковые герои. Я не согласен, например, Дизораптора не видел еще ни разу в таких играх. И как бы Нага тоже не самый частый гость. По-моему. В основном-то да, в принципе. Нага просто нет. Имеется ли то, что баня-то выбирает одних и тех же героев, а Нага очень часто в бане сидит. Ну, в бане, да. Так, что вардят, 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 морф подбирает дабл дэмэдж или что? Ну, неужели падет харду стоять с лечом? Смотри. Все-таки пошел стоять харду с лечом. И бульбан на центре уже закидывает зандерстраком. Зандерстрайк. Зандерстраком. Да, да, да. Зафейлил, зафейлил. Тут демон получил сеточку. Что-то тычку какую-то, видимо, тоже словил. Ну, самое интересное будет... За место сейчас на топе будут какие-то... Да. Я бы, честно говоря, проверил трансляцию. Картинок я там никаких не поставил. В случае мне ничего, никаких картинок не поставил. На боте-то все ясно. Тут КВМ стоит. Конечно, КВМ тоже можно будет позатыкивать. Но, я думаю, дабла в виде леча и морфинга надо будет играть несколько неаккуратно, чтобы в такой дабле умереть. Против такой даблы. А вот здесь демон с Тайтхантером, тем более вот... Ну, как бы, демон с Тайтхантером... Демон с Маэлком играет. Соло стоит леший. И ему, как бы, может не поздоровиться. Если Нага цепанет его сеткой, то Гейлом промазать вина мастеру будет крайне тяжело. А если попадет Гейл, то тут уже можно будет, там, дикое замедление. Там, рукой можно понадавать. И Котл в этой связке тоже очень хорошо работает, согласись. Ну да, это да. Там какие-то чудеса происходят. Мы там за Маэлком выехали. Товарищ с рыбой в руке ходит. С кальмаром в руке ходит. Как может фармить Котл? Бомбоя тут, смотри, добил. Двух-трех крипов в итоге добили. Слушай, попытался Тайтхантер запулить крипов на нейтральные РСПы. И для того, чтобы демону немножко полегче стоялось, чтобы линия для него пропушилась, чтобы он там хотя бы как-то прицепу получал. Но стоит чудо-вард, который помешал. Там как двое стояло, так двое и стоит. Так, еще тычка. Демон не справляется, Нага жестко динает, но все-таки... Ой-ой-ой, вот и все, вот и все, иллюминейт пошел, пошел, затыкали. Домай. Хорош. Домай, не особо. Вот класс. Жорли, there was blood before that one. Can't quite remember. Что он говорит? Я, честно говоря, тоже пытался вслушать, из-за этого пропустил... Тут КВМ, смотри, КВМ убил Лича, но пытается сбежать от Морфлинга. На вейформе нету маны, и в итоге КВМ уходит. Вот чудо, но подходит Юниверс снова и дотянется... Медведем заблочил, ОКВМ просто божественно сыграл сейчас. Офигенно, все делает, как в Визми. Румын карает. Божье молотом ощущение. Кого карает Румын? Ну, КВМ, он Румын по национальности. А, да, я думал, там, это наша Румын. Нет, не Дима. Слушай, так давно кофе не пил, все чай, дай чай на трансляциях. И вот заварил кофейку, прямо чувствую себя человеком. В Майлк опять идет крипов отманивать, но похоже, что Бомбоя сам этих крипов отманил. Правда, не под нейтралов. И сейчас, ну, зафармить их получится, короче, экскурс этого, получить золото. И все такое. Это опасная троица стоит на топе, не рискует подходить ни демон, ни Майлк. Ну, пока есть время, тут у нас идут определенная такая борьба мнений в чате по поводу, почему одни и те же герои в бане и в пике. Просто это происходит не потому, что там кому-то скилла не хватает. Ребята выбирают стратегии, которые работают. И, возможно, ой-ой-ой, смотри, смотри, тут вернули Рубика, Бульба сыграл. Нет-нет-нет, он не... Готовятся, готовятся к чемпионатам. Мауз же, наверное, на Интернешнл поедут, правильно? Мауза, подожди, они, по-моему, это, команда, которая, ну, в запасе на Интернешнл или нет? В любом случае, как бы, турнир серьезный, разыгрываются деньги, и тем более, что это финал лузеров, есть шанс пробиться в гранд-финал, да, то есть победитель вот этой вот пары выходит в гранд-финал турнира, и у ребят будет шанс побороться за серьезный куш. Сколько там призовой, по-моему, 10 кусков, тут, кстати говоря, умирает опять демон, попали сетка, иллюминейт, Гейл, все, как всегда, стратегия работает. Правда, не дает виномантеру покоя Диаболик, он постоянно сильно коцует, и смотри, неужели все это все, забирают? Иллюминейт пошел прямо под сеточку несколько личики, да, да, маилл здесь попытался он гашнуть напоследок кого-то, я думаю, что в наглую, но не успел. Кстати говоря, виномантер вот прожал ласку хитпоинтов, и уже целехонький здоровый. Вот, собственно, молза и давит пока, очень так, очень крепко, ребята, унижают на топе. Да, на топе трепла выигрывает свою линию, но, с другой стороны, на боте, смотри, фармит морфлинг, у него 30 крипов, кстати говоря, столько же крипов и у наги, просто у наги еще дополнительные фраги есть, я уверен, да? Ну да, и поэтому, как бы, и по деньгам молзау на 2000 выиграет почти. Ну, просто морфлинг стоит, как бы, в даблу, а тут, вот, смотри, медведь смотрит то, что происходит на руне, парочку тысячек дал, курьер принес что-то, что-то телепорт какой-то, наверное, или танго, но я не видел, что он там нес, не думаю, что танго, потому что лично сложные линии не должен там был получать. Да, он там умер, но прокоцать его... Кстати, Рубикс своровал глимпс, возвращалку, не знаю, правильно ли я ее называю. Ну, как бы, просто, это факт, мы из, 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 из даста, выходит, ой, из даста, господи. Из смоука. Из смоука, ну ты понял меня. Ой, моел кого-то не увидел, он ищет. И что-то еще он украл, украл на него, от Thunder Strike. В итоге оставили топы G и перетянулись ближе к центру. И теперь волшебная сирена просто фрифармит. У нее Трангилбутсы, у нее Суворинг, у нее щит бомжа и три волшебные палочки. Ну, в смысле, просто палочки, веточки. Да, да, так и есть. У Рубика готовый фейсбутс уже есть с Тэша, сейчас курьер принесет, будет помобильный немножко парень. И пытается сейчас убить Лича, но его, конечно же, не удастся затыкать просто так. И Морф тоже спокойно уходит. У него ПТ, парень такой уже шустрый, бегать может. И к тому же, к тому же, к тому же, у него есть такой, наоборот. Войформы сейчас идут на 1437, забирают Морфраг и вот рукой-рукой пытаются... Войформы они заберут, конечно, здесь. А и Рубика приносит себе фейсбутс и телепорт, и пошел на бот помогать. Сейчас, если он не дойдет, да, у него просто был шанс такой, что его примут, как неприятно. Сейчас, если Рубик найдет какую-нибудь хорошую руну, может попробовать устроить какую-нибудь атаку на линию. Сейчас посмотрим. На топе дабл дэмэдж, да, то есть он сейчас этот дабл дэмэдж подберет. На топ ему, конечно, идти бесполезно с этой руной, ибо там никого нету, там фармит нагами, ей мешать не стоит. У нее там свой, своя атмосфера. А вот на боте можно устроить какой-нибудь, какой-нибудь месилово, но в итоге, по-моему, Синг-Сик решил атаковать Тайв Кантера, посмотри. И да, это фраг, он спокойно убивает вообще с этим дабл дэмэджем. Благо есть свой нюк, есть ворованный нюк у Гисраптора. Все, что душе угодно, все есть. Да, то есть просто прийти, там, парочку тысячек. Нага тем временем на топе скушала Тауэр, у нее полтора косаря в кармане. Начнет себе варить какой-нибудь, я не знаю, диффуз, может быть. Смотри, пошел ей морфлинг мешать. Ну, как бы, удачи, я скажу. Задынает сейчас. А тележку не дынает, почему? Странно, да. Можно было тележку задынает еще. Что там на боте? Какой-то пуш предпринимает Маус на тир-1 вышку. Стоит тут в одиночестве леший, как-то. Он тут смотрится не совсем к месту, скажем. Он тут просто смотрит на это сдалека и ничего поделать с этой атакой не сможет. Ты там с кем-то в чате, я смотрю, пытаешься там. Ну, че человек, я не спорю, мне просто зачем Рубику два слуха. А, ну да, то есть как бы есть такие... На, или... Да. О, поднял, и минус Маил здесь опять отлетел. Станом, может, леший. Ну, короче, вышку забрали. И главная задача у Маузов была на боте сейчас. Просто попытаться убить вышку. Дисраптор нашел регенерацию. И отходит обратно на линию, где тут его Рубик сейчас будет принимать. Надо просто постараться. Странный довольно нюк был, так и говоря. Ну, может, потому что у Дисраптора реген в банке есть. Он так щедро разбрасывает скиллы, да, налево и направо. Ну, может быть, и поэтому. Как ты думаешь? Ну, здесь забривается Тауэр на миде, Грифа нет. Поэтому Тауэр отряди довольно быстро, еще с мишкой, который отрезает кусочки от Тауэра. Дополнительный дэмош наносит. Тауэр забирает Тауэр и улетает фармить вниз. И сейчас в лесу может быть бомбоя. Смотри, Гриф, ой. Гриф, он вернулась. Щелка, а-та-та, не попадает вон стеночкой своей ульта, мне кажется. А, ну он, то есть, наюбил, да? Походу. Как-то не, а звук, с которым веномастер ползает, умиряет. Не, у меня дота там чуть ли не на минимальной громкости, чтобы не мешало там у нас. Просто микрофон я потише сделал, настроил его. Так, а как фарм там проходит? Как ты думаешь, от Морфлинг уже накопил себе 1300 золота. Будет ли он играть в агрессивную сборку или в более-менее такую, так сказать, безопасную, скажем, через Линкен? Или он сразу же себе вот... Морфлинг, ну как бы... Честно говоря, не знаю. Ну, лучше бы, конечно, в сейв мод играть, потому что пока-то сливают. Да, то есть, тяжело будет очень много нафармить, потому что вот, по сути, этот... Оп, ловит в сеточку. Смотри, прямо наперед. Наперед иллюмина делает, прочитает ли это фир. Да, вот он не делает вейформ сейчас. О, убегает нага. Понимаем, что сейчас, потому что сюда подтягивается ударная группа исполнения ЕГЭ. Ну, в арт виномастера все это видит дело. И, по крайней мере, Моуза не будут удивлены, если сюда придет вот два-три героя от американцев. И вот сейчас тыкают на этого лешего. Летит теточка. Гейл сейчас далека, да, иллюминеет. И телепорт делает... Ой, хорош. Гейл, успевает включить ульту, ульта выключается, и вследом выключается, собственно, сам. Ох, как вовремя прилетает. Тайдхантер, ревейдж есть, нет ревейджа нет у Тайдхантера, он на шестом левеле. Не, он не качается. Ну, убьет он, конечно же, здесь веника. Хотя успеет. Успеет, да, хорош. Подошел Лич, подошел Рубик. Здесь Лич, его Рубика стопят, стеточка, нюки, болезненный щекочек у него в спинку, этот андерстрайк. Но он все равно убежит, у него есть банка, он выхилился и убежал. А размер-то какой был? Один в один получился, да? Да нет, побольше. Или два в один. Убили Лича, убили Лешего, убили Нагу, убили... Ну, погоди, там Дисраптор сделал даблкил, и Рубик сделал фраг, и Лешего еще убили. Так что, да, получается, что что-то типа два в два. Тут интересный вопрос. А если две иконки всего, то как выглядит ворованный койл эсэферский? Там же три. Да, последний, только последний он ворует. Если он кастанул, если он кастанул, там дальний койл, он дальний и сворует. А, он тут, а, я понял. Да, так есть, тут под смоком пошли убивать КВМ, возвращают кинетик лилдстан, но тут, конечно, уже не уйти. Даже переборщили у Лиджи с нюками, но, наверное, очень хотелось убить лон-друиды. Нет, смотри, ты не прав, в агрессивную сборку играет морфинг. Вот, я за последнее время видел 4-5 морфлингов, вот, только на этой неделе, наверное, да, сколько матчей стримил. И все они, без исключения, собирались настолько агрессивно. Без линки. Это какая-то новая мода? Ну, как бы, я не думаю, значит, они просто, ну, не боятся, верят, что уйдут из сложной ситуации, что не будут ломиться никуда. То есть, как бы, ну, это логично. На центре убили Тайдхантера. Ох, и у Рубика сейчас... Смотри, кстати, довольно неплохо. Так, Дисраптор на тот же, блин, что же такое происходит? Что же это за экшен такой? Лично я смотрю, даже ультимейт не пожалел свой, слушай. Тебе, профтыкал, профтыкал момент, честно говоря. Да я тоже профтыкал, я просто посмотрел КД у чайника. Ну да. Так, смотрим. Пока что у европейской команды получается очень удачно пушить. Если посмотреть на разницу в золоте, то мы это как раз-таки и увидим. Смотри. Перенаправить ворды. Так, а зачем, зачем его задинает тогда? Дойти до тычку. Да, Джейн, прекрати. Ну это скилл. Прийти до тычку, умереть. Лучше просто оставить ему столько... Летодавр забрал. Прийти, оставить ему столько хп и всей командой через несколько минут подлечиться, перегруппироваться и идти пропушить окончательно. Но здесь идет какая-то контратака, а от Эджи вернули медведя. Он попадает под кинетик въем. Умирает медведь. Я думаю, здесь станчик в него не попадает. Какой хороший иллюминатор, посмотри. Да, задул он очень хорошо, котел здесь. И они бросаются в погоню, умирает, конечно же, демон. И, может быть, зацепит моего лка, не знаю. Ну, рвейдж есть. Минус бульба. Ну вот и все. Там очень не кстати просто бомбоя иллюминатор попал, если ты заметил. Сразу же половину хп снес. Как там дела у Рубика, что у него на лфилд на единичке, да, пока что? Своровал пульт снова, посмотри, у лешего. У него 830 маны. Можно выжигать. Можно, да, гореть. Рубик может загореться. У него Евул, Фейсбут, Виталити Бустер, банка. Можно по фарму пробежаться, как там Морф-то себе, наверное, не скорость вещи дырил. Все нормально у Морфа. У Морфа сколько же, сколько у Наги, по 96 крипов. Наги у нас 7 стола. Смотри, сейчас, сейчас что-то возможно будет происходить на центре. Вы вернули Котлан, он не попал в Кинетик Филд. Бежит. Гашика нету. Ой-ой-ой-ой-ой. Прожимает стики бомбоя, убегает через лес. Прячется, делает телепорт. Его попадает в стан, убивает. Хорош, ультит, диномансер. Гейл, 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 Гейл уже давал. Но Моэл умрет. Моэл умирает. Денает его, корова. Денает дезераптор его. Оставит стеночку, закрывает он Рубика. С ДД, но демон все равно умирает. Понятно, почему он отказался от бега, так сказать, не убежал. Что-то Башару готовится. Да, готовится Башару друида. Вот он уже есть. Первым этому МКВМ собирает Башару. Так, 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 так. Ну, теперь надо снести вышку на топе. И там уже для уверенности добавить Аегис в своей команде. Да? Не знаю. Ну, это... Ну, я думаю, что если Аегис, то это минимум минус линия должно быть. Ну, насчет минус линии я не знаю. Тут все-таки Маузам будет заходить на хайграунд посложнее, чем ИДЖИ в прошлой игре, когда они взяли ликанку. Не, ну, так, да, но все равно. Есть задовка котла, есть мишка, есть рубик, который может украсть какой-нибудь ревейдж, веник со своими вардами. То есть, ну, варианты есть. Опять GD-бук, смотри. Закрывают Блэка, а он успел вынырнуть из стенки, но вернулся назад и умирает без Нага. А Нага-то 1-3 между тем. Нага 1-3, но у нее есть Акрит Рейли. Нага с Радианцем? Ну, она 3 раза умерла, если бы не эти 3 фрага, я думаю, что Радик бы у нее уже появился. А Радик на 18-й, где-то 17-й минуте, это довольно неплохо. Ну, то есть, конечно, чем дальше в лес, тем... Толще партизаны, ну, да, 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 просто вот Радианц уже может быть. Ну, вообще, Радианц это, как бы, фарм ради фарма, учитывая, что у Наги есть такой скилл, как Иллюзия. Ну, да. Как бы, фарм ради фарма это еще Battle Fury, но это, как бы, и дешевый дэмэдж. Ну, а, как бы, Battle Fury... Вначале выжигает, тоже нормально дадет. Ну, у героев, у саппортов там, у Лейчаев... Не, ну, как бы, понимаешь, Радианц это дэмэдж, но это не дешевый дэмэдж. Battle Fury дешевый дэмэдж, а Радианц это очень не дешевый дэмэдж. 5-100, как никак. 5-100, а сколько Battle Fury стоит? Ну, смотри. 1700, 1200 и 1400. 4... Как это, умеешь считать? Да, что мне считать-то, я возьму сейчас, найду Battle Fury. 4 350. То есть, во-первых, он стоит чуть ли не на тысячу дешевле, и плюс собирается очень легко. Понимаешь, да? То есть, его собирают с Ring of Health, да? Это дополнительный регент здоровья, который позволяет фармящему герою дольше держать линию, дольше оставаться и заниматься своим, так сказать, прямым делом, да, прямой обязанностью. Просто тупо фармить, ластхитить крипов. И, опять-таки, от этого еще становится легче на фармите Battle Fury. Вот такая вот загогулина. И вот тут сейчас ловят дисраптора. Бульба возвращает медведя, но его питомец сейчас... Кстати, если проплет, корни пропирает, корни хорош, летать им птим. Болтон забирает. Сейчас еще можно забирать Лича, Лич попытался спасти, но надо, надо мне вот дать тычку. Еще одну. Одну, нет, не пошел он отдавать медведя. А он бы не смог, там Лич убежал бы на такое расстояние, что нельзя было бы атаковать медведям, скорее всего. Но убить дисраптора вот таким вот образом, ну, ведь проперло, скажи. Ну да, есть такое. Эйл, влетает Маэлка. Сейчас, наверное, ревейдж. Ревейдж будет, наверное, скоро. Или не будет? Нет, не будет. Задувает очень неплохо флотл. Попадает по трем. Нет, по двум. Ну а Тауэр сейчас, я думаю, что... А, не, гриф есть. Гриф-то есть, но надо входить тут. Пока что отошли, просто... Вот заточка. Паригенить. Сейчас. Вот они тыкают, веник тыкают в Лича. Смотри, смотри, Кинетик Филд пошел. И ультует Виномайтер сейчас очень больно. Оп, сбегает под кильтой туда, Нага. Да, дает ревейдж в последний момент. Маэлк... Чайник, чайник пошел. Украл, он ревейдж украл. Ревейдж украл, он украл. Нет, он украл. Крикисту. Залетает туда. Морф под Азерия он. Попытается продумажить. Не получается, проходят корни. Станчик Папкина. В смысле, КВМ. Еще одна прокатывается, попытается забирать веника. Веник... Ну, оставь веник. Слушай, а бараки-то стоят. Бараки-то стоят, и у ИДЖи все довольно неплохо. Посмотри. У ИДЖи-то все неплохо. Там такой замес получился, что я думал, блин, наверное, сейчас ИДЖи проиграют. Ну, вот, байбэк от Лешрака в спас положение. Я думаю. Правда, Лешрака отлетает от Ингсинга. Прокатывается здесь Фирм. Ингсинга дает Юлю и убегает. Юлю? Ну, да, Юлю. Юлю. Руна и Низа нашел Рубик, и теперь его убить просто-просто нереально. Кстати, у Рубика еще блингдаггер есть. На это мы внимания не обратили. Лондруид после Башера собирает Мейлшторм и в перспективе сделает Мьелнир. Нага все по-прежнему пытается собрать себе... А, нет, наверное, Радик ей уже летит. Да. Рецепт Радика. Вот он готовый. У Блэка в инвентаре. Скоро появится этот... Этот девайс. Так, и Тайтхантер такой ходит нелепый в этой пиратской шляпе с кальмаром. И... Субтитры... Субтитры... Насколько нелепо он выглядит вообще, вот, посмотри. Кальмар очень крутой, вот только шапка не в тему. Печь пиратский, да. Сабля. Ну, вот видишь, просто фарм ради фарма. Нага иллюзиями выжигает всех вот этих вот огров, нейтралов. Тоннаж еще может там дать сплэш. И пошли, смотри, пошли выжигать морфа. Успеет поймать? Нет. Ловит? Нет. Да, нет, да. Яй-яй. И в последний момент твой форм, хорош. Ты видел баг какой был? Да. Он телепортировался. Да, да, да. Собирает, покупает себе Блэйдов Алакрики. Морф? Это, я думаю, что... Это монта, да? Конечно, конечно. Против Виномайсера это монта. 100%. Получится ли у Эджи атаковать здесь бараки, ну или просто их убить? У Равейдж есть? Сейчас надо посмотреть. Теченник тоже есть. Давай, Эдженя, смотрим. Сейчас. Сейчас начнем. Что-то будет, сейчас влетает ульта веника. Влетает еще и фейсболт прокатывается. Можно их забирать веника сразу же. Рвейдж есть, нет? Есть, есть, есть Рвейдж. Просто очень сильно проседает, растянули. Да, подняли, отлетает. Моел сразу задувка от козла. Светящийся Эльифраг убегает. В ужасе сбриваются бараки по чуть-чуть. Да, минус барак. От Мишки. Вот видишь, как получилось. Зашел Виномантер, один ультанул. Пусть он как бы умер, но это позволило... Синг-Синг умирает все? Да, Синг-Синг сейчас. Хотя Кик знает, он тут что-то... Ох, вытолкнули его, хорова. Перекачку в Марфа он своровал. Он перекачивается жестко. Ноль агилы у него и две 100 хп. Учитывая, что у него откачан до конца на алфилды. Это дополнительные 20% сопротивления магии. Пробить Рубика будет очень сложно теперь. У него форстаф тут... А, форстаф это у Кипера. Котла. Видишь, подошел Виномантер, ультанул, умер. Но поскольку растянулась битва, ну, как бы не на очень долго, но ульт Виномантера свое грязное дело сделал. Да, там... Кто эту ядовитую ноу словил, тот там очень сильно хп потерял. И в итоге там зашла нага, всех поубивала. Да и вообще просто иджи туда зашли на хайграунд. Уже более, так сказать, спокойно. И смогли сделать парочку фрагов. И пробить линию. Вот это уже не очень приятно. Так, если по-честному. Опять стягивается все вместе иджи. Будут дефить. Еще, еще одна попытка захода от Маузо. Вот уже рецепт не умера готовый. Только осталось нафармить где-то полторы пищи на... Пошла атака на второй хайграунд. По-прежнему есть ревейдж, по-прежнему есть чайник. Но нет, новый. И, кстати говоря, смотри, как поймали здесь... Здесь Раптора. Забрались из Раптора. Хорошо. Убегает Маелк на фантах. Еле-еле убегает Маелк. Да, и падает вторая линия. Похоже, что это счет 1-1. Слушай, я не понял, а как там Дис Раптора убили? Его что там... Его форстаффнули, что ли? Да, я думаю, что он там делал-то вот здесь. Наверное, зафорстаффили его. Каким-то удачным образом. Изобревает истоп. Да, но... Это да. Да, это минус. И третья линия просто сейчас упадет. GG, GG. Заканчивается первая игра. Вторая, точнее, заканчивается. Ты поправляй, а то я очень часто оговариваю себя. А я бы сейчас читаю. В ответ на Кис Годов хочу сказать, что мне кажется, что снайпер уже не вернется в последние пики. Его если... Ну, я что-то мне не видится, что его будут брать. Про команды. Если СПЕКТРУ какой-нибудь или ТРАКСУ будут брать. Ну, это вероятно пик снайпера-то. Что-то не то. Контрящийся товарищ. Пошла череда байбеков от EG. Ну, это вот бессмысленно как бы. И от Маус тоже. Скул башер собираюсь. Просто, просто Робик собирает себе скул башер. Скул именно, да? Не скаут, скул башер. Да, именно скул. Скул башер, школьный, школьный башер. Скул, школьный ломатель просто. Всем, всем, перевод, перевод от Фаргуса просто всем, ребят. Да, 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 да. Ну что, там лобби, наверное, есть уже, давай, я уже там. Да, давай. Ты же разговариваешь, как Гриада. Я уже там? Или это не Гриада говорила? Нет, такого вообще никто не говорил, Жень. Нет, кто-то, кто-то говорил, это в... В Варкрафте. Incorrect паспорт. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Пароль-то такой же остался, да? Ага. Так, 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 так. Пароль должен быть такой же, поэтому... Сейчас я его... Так, Каперну. Пам, пам, пам. Джоэн. Во, готово. Сидим здесь. Запись выключаем, чтобы...